В России два президента Федерации Владимир Путин и президент одного из субъектов Федерации Республики Татарстан Рустам Мениханов. Почему? После развала Советского Союза, когда о максимальной самостоятельности заявили в том числе и некоторые республики РСФСР, главы этих республик, объявивших в начале 90-х о суверенитете, стали именоваться президентами. Так было до прихода Путина, который начал строить вертикаль власти. В 2011 году от наименования президент Чечни отказался и Рамзан Кадыров. Он стал главой Чеченской республики. Кроме того, Кадыров заявил, что в России это название «президент» подходит только для президента Федерации. А вот в Татарстане президентство всеми силами пытались и пытаются сохранить. И дело тут не в личностях Ментимера Шаймеева или Рустама Мениханова. Впервые после потери независимости, когда татарские ханства были захвачены и уничтожены, в конце 20 века татары заявили о своих устремлениях к суверенитету. В 1991 году в Татарстане были приведены первые выборы президента республики. Считается, что это заметно повысило статус Татарстана, помогало налаживать в том числе и международные связи. Если уж есть своя республика, то должен быть и свой президент, считают в Казани. Кстати, Путин заявлял, что ему без разницы, как именуется должность главы региона. У нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно? 27 сентября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, по которому главы регионной федерации обязаны именоваться не губернаторами или президентами, а именно главами. Кроме этого, в Думу внесены законопроекты о расширении оснований для отстранения губернаторов по решению федерального президента. А что тогда остается от этой самой федерации, если все решает Москва?